Алена, расскажите, вот насколько сложно попасть в программу инженера-инкубатора? Насколько сложно, но важно правильно и тщательно готовиться, составлять резюме, не пренебрегать какими-то мелочами, исправлять грамматические ошибки в резюме, издать кому-то другому, как его прочитать, просмотреть, может быть, друзья. И, в принципе, готовиться к собеседованию на обычную работу. Что Вы советуете остальным нашим студентам, которые изучают СССР, которые ходят на пары, которые пытаются учиться? Что Вы советуете? Если есть желание и Вы любите стивы и технологии, то эта программа для Вас. У Вас будет возможность пообщаться с инженерами ЦИСКО, с ИСИИ, делегатами, которые в Кракрове работают. То есть это покрывает многие возможности для развития этого начинающего. Я не могу советовать, как проходить его, я не слишком опытен. Я могу сказать, как прошел я за себя. Лично я. Мне позвонили, когда я был не совсем готов к разговору, тем более звонила женщина с очень таким сильным британским акцентом. Было очень сложно понять. Но они максимально настроены на конструктивный разговор. И самое главное быть откровенным, не выдумывать, не брать ничего, не придумывать, не дописывать себе каких-то достижений, за которые ты не можешь быть в ответе и так далее. То есть максимально комфортно, свободно себя чувствовать. Все готовы идти на встречу и общаться. Были вопросы, что Вы знаете о компании. Были вопросы, да. Что Вы знаете о компании, что Вы ожидаете. Почему Вы хотите получать свою работу. Заканчивали, учились ли Вы где-то ранее. Заканчивали ли там курсы ЦИСКО. То есть меня тоже спросили. Ну вот. Такие вопросы общего характера я бы сказал. Может, еще какие-то рекомендации? Потому что я вот столкнулся из-за того, что студенты спрашивают. Вам пригодился диплом КПИ? А. Мой ответ, ну, наверное, да, пригодился для того, чтобы пройти некий отбор между, а дальше, собственно, то есть какой-то барьер, как это перепрыг, да, 20-30-40 см, 50 см, в таком-то уровне. Самое главное, что оценивается здесь, это человеческие качества, в первую очередь, возможность найти общий язык и, ну, немного мотивация, да, очень-очень серьезный факт. И не надо зацикливаться на технических нюансах, на технических знаниях, операциях, суток, технических нюансов, еще раз повторюсь. Самое главное быть собой, быть, иметь деловый вид, быть нацеленным на результат и показать, что ты достойна по-настоящему. Да, еще один совет, когда вам дают задания на тех же роллплей, не стоит задача найти решение. Важно, как вы будете мыслить, какие предлагать, может быть, варианты, а не там развязать задачу. Клодика. А, расскажите, вообще, как вот это роллплей, как это делать? Какое было задание, да. Какое было задание, да. Родание, да. Касплей? Ну, так, чуть-чуть, типа, что-то у клиента не работает. Как вы будете это чинить, спрашивать. Вот, и вот, твой клиент вообще ничего не понимает, говорит, ну, мы посмотрим, мы проверим. Там не работает. Да, да, да. Как типичный клиент. Да, да, и ты спрашиваешь, сделайте то, а вот как так, вот так, вот так, и чем больше вопросов вы встаете, тем лучше. В никаком случае не говорите, что я не знаю. Да, это исключено. Сам забудьте говорить, я не знаю, потому что, даже если вы ничего не знаете, вы придумываете какие-то отговорки, задумывайте сами вопросы. А еще такой нюанс, по поводу роллплей, я просто вспомнил, тоже такой нюанс. Может, если есть у кого-то опыт работы, я скажу лично для себя, мне и много опыт работы помог. А вот это уже автомат, ты работаешь? Групп эксерсайз? Да, да. Ну, это очень сложно, мы думаем, да? Да. Не лимушки, что-то рассказывает. Ну, самое важное, проявлять вежливость другим участникам, не перебивая, не грубить, не говорить, что ты тупой, ты ничего не понимаешь, я знаю, тебе есть такие элементарные какие-то вещи. Как вы взаимодействуете, ну, насколько вы можете высказать свое мнение, если вы не согласны, если вы отбираете дошло время, сколько вы можете грамотно ответить. Да, спасибо только люди. Спасибо вам. Удачи всем. Специалисты с международно признанной квалификацией CCNA способны проектировать, настраивать, а также эксплуатировать компьютерные сети и соответствующее оборудование, как небольших предприятий, так и огромных интернет-провайдеров. Среди них можешь оказаться и ты. Начни свою карьеру инженера сетевых технологий в эти сфере вместе с ЦИСКО.